С вами Рик Реннер. Сегодня я нахожусь в древнем городе Иераполис, что был в римской провинции Асия, и место, в котором я сижу, называется Буллифтерий. Вы спросите, что такое Буллифтерий? Это название пошло от греческого слова «булой», которое означает «советоваться». А Буллифтерий — здание, в котором проводились собрания городского совета. Члены городского совета Иераполиса встречались здесь регулярно. В каждом древнем городе Римской империи был свой Буллифтерий. Это место городского совета, где члены совета регулярно собирались, чтобы обсудить проблемы своего общества. Обсуждалось налогообложение, законы, решалось, что делать с молодежью, как решать проблемы с семьей, разбираться с пьянством, самые разные проблемы общества. А в первом веке была никудышная нравственность, и проблем в обществе хватало. Но когда читаешь, что написал апостол Павел про события с самого последнего времени, перед пришествием Иисуса, в сравнении с этим, первый век меркнет. В первом послании Тимофею, 4 главе 1 стихе, апостол написал, «Дух же ясно говорит». Слово «ясно» в греческом «рейтес» означает «дух говорит категорично, четко, безошибочно, не оставляя ни доли, ни тени, ни сомнения». Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом-обольстителем и учением бесовским. Апостол Павел по вдохновению Святого Духа пророчествует, что в конце времен, прямо перед пришествием Иисуса, бесовская активность в мире возрастет. И когда это произойдет, в обществе возникнет множество бед и проблем. А поскольку мы живем в последние времена, те самые, о которых говорил Святой Дух, нам нужно знать, как жить в это время. Не обязательно становиться жертвой ситуации, можно жить в победе, в силе Слова, в силе Крови и в силе Духа. Мы победители и уполномочены Богом жить в победе сегодня, в последние времена. Решение проблем в обществе искали здесь, в этом месте, которое назвали Буллифтерией. А мы с вами находим ответы в Библии. Если мы будем слушаться библейских повелений, будем их исполнять, мы сможем жить в Христовой победе в любое время, в любую пору. Об этом мы сегодня и поговорим. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реммером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Я ждал этой встречи. Сегодня мы вернемся к откровению 2 главе 1 стиху и продолжим тему прошлой передачи. Мы исследуем послание Христа Ефесской Церкви. Эта церковь была изумительной, потрясающей, однако в ней были весьма серьезные проблемы. И Иисус указывает на эти проблемы в Откровении 2 главе. Сказанное им тогда, все еще звучит для нас и сегодня. Нам нужно слышать, что Христос сказал им, и применять это к себе, выполнять то, что Христос сказал во 2 главе Откровения. Мы вернемся ко 2 главе и 1 стиху Откровения. Будет здорово. Не пропустите ни минуты этой передачи. Но хочу напомнить, что мы предлагаем скачать аудиоцикл «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Цикл из 10 частей на основе таких передач, в комплекте с учебным пособием. В нем есть все греческие слова, определения, истины, принципы. Все, о чем мы говорим в этих передачах. Замечательно. Его можно использовать для личного изучения, изучать вместе с кем-то, в домашней группе. Это замечательный цикл, и вы можете скачать его бесплатно. Пожалуйста, скачайте. Я верю, что вы с ним получите благословение. Также предлагаем скачать бесплатно ознакомительную версию книги «Свет во тьме. Семь посланий семи церквям». Только посмотрите. Изумительная книга. При написании этой книги я принял решение писать ее как бы для себя. Остальные свои книги я писал для читателей. Но я подумал, «Если мне нужна книга по этой теме, что должно быть в ней написано?» С такой целью я ее и писал, и я наполнил ее нужным для себя содержанием. В полной версии книги 560 страниц, наполненных ценными сведениями и откровениями. И если честно, я не знаю, в какой другой одной книге можно найти все это содержание. Это сокровище. Я использую эту книгу, и вы спросите, «Рик, как вы ей пользуетесь?» Вы же ее написали. Книга объемная. Я не могу запомнить все, что я в ней написал. В ней столько разных сведений, и я постоянно к ней обращаюсь. Я использую ее как справочник. И вы будете пользоваться ей так же. Она и красива, в полном цвете. У многих она лежит на журнальном столе, листаю с наслаждением. Она хорошо смотрится на столике. Взгляните. Она великолепна. Ее приятно читать. Истинное удовольствие для глаз. А также замечательная пища для вашего разума и духа. Эта книга перенесет вас во времена Нового Завета. И вот что говорится на задней обложке. Откройте для себя мир Нового Завета вместе с Риком Реннером. Узнайте о древнем Ефесе, Смирне. Оцените важность послания Иисуса Христа и Ефесской и Смирнской церквям, а также актуальность его обращений для современной церкви. Вот так. Просто изумительно. Послушайте отзыв одного из ученых. Все это есть на задней обложке. Меня сложно чем-то впечатлить или удивить. Однако, честно признаюсь, книга меня глубоко впечатлила. Смело рекомендую ее своим студентам, будущим историкам-экскурсоводам по Турции. И это написал профессор истории из города Измир, древнего города Смирна. Этот человек знает, о чем говорит. Верю, что эта книга вас благословит. Замечательно. Итак, сегодня мы продолжаем с того места, где остановились в прошлый раз. Но для начала вернемся к первой главе Откровения. В этой главе мы читаем, что Иоанн оказался на острове Патмос. И когда он был в пещере на Патмосе, его посетил Иисус. В Откровении, первой главе, 10 стихе, мы читаем слова Иоанна. «Я был в духе, в день воскресный». И мы уже поняли, что слова «я был» — перевод греческого «гиномай», который указывает на переход из одного измерения в другое. В этом слове есть «оттенок неожиданности». И вот как можно перевести. «Я не понимаю, как это случилось. Меня это застало врасплох. Мне не удастся повторить это самому. Это уникальное переживание. Каким-то необъяснимым для себя образом я обнаружил, что перемещаюсь из одного измерения в другое». Вот Иоанн сидит в пещере, и через секунду он пересекает границу и переходит из естественного в сверхъестественное. И поэтому Иоанн пишет, «Я перешел в дух». В переводе короля Иакова слово «дух» написано с заглавной буквы. В греческом нет заглавной буквы. В оригинале написано просто «Я внезапно оказался в духовном измерении». В одну секунду. Иоанн, кто был в пещере, и тут вдруг каким-то образом, неизвестно как «гиномай», он обнаружил, что перемещается и в конечном итоге оказывается в духовном измерении. И в этом духовном измерении, как он пишет, «Я слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, «Я есть Мальфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу и пошти церквам, находящимся в Асии». И далее Христос перечисляет семь церквей «Ефес», «Смирна», «Пергам», «Феатира», «Сардис», «Пиладельфия», «Ладикее». Далее в 12 стихе Иоанн пишет, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, и по персям, опоясанного золотым поясом». Иоанн повернулся, чтобы увидеть Иисуса. Он знал, что это Иисус, ведь голос был знаком. Вот почему написано, «Он обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорил с ним». В греческом написано очень красиво, «Голос, общавшийся со мной». Этот голос говорил, не умолкая. Более того, в 12 стихе, где Иоанн пишет, «Который говорил, Я есмь Альфа и Омега». В оригинале написано, «Христос говорил и говорил, Я есмь Альфа и Омега, Альфа и Омега, Я Альфа и Омега». Христос провозглашал Иоанну свою сущность. Иоанн узнал голос, он его помнил, и он повернулся, чтобы увидеть говорившего, зная, что он увидит самого Иисуса. И повернувшись, увидеть, чей голос говорил с ним, он увидел подобного Сыну Человеческому. Иисус был похож на Сына Человеческого, но при этом Откровение 1 глава так сильно отличался. Вот почему это называется «Откровение Иисуса Христа». Слово «откровение» — греческое слово «апокалупсис», где «апа» — это «в сторону», а «колупсис» — что-то накрытое, и вместе получается отодвинуть покрывало в сторону, раздвинуть шторы. Это образ Иисуса, прежде закрытый для взора Иоанна, теперь открылся. Шторы разошлись. Иоанн увидел Иисуса таким, каким никогда прежде не видел его своими глазами. Кто был не новый Иисус, просто в таком обличии Иисуса Иоанн еще раньше никогда не видел. Для этого Иоанну потребовалось божественное откровение. Иоанн увидел Иисуса, стоящим посреди семи золотых светильников, стоящим на одном месте, посреди, в греческом «мейсос», означает «в самой середине», прямо посередине семи золотых светильников, которые представляют семь церквей Откровения. Христос не отдалился от них, несмотря на их недостатки. Христос их не стыдился, Христос стоял посреди них. Иисус гордился быть среди церквей, и заметьте, первое, что Иоанн увидел у Христа, это его положение посреди церквей. Христос, по словам Иоанна, стоял там, подобный Сыну Человеческому, облеченный падир. Вот это слово, падир, означает «в одежде до пят», с босыми ступнями. В одежде, которая сходила до самых босых пят. Это одеяние и форма первосвященника, упомянутая в 28 главе книги Исход. В книге Откровения 2 и 3 главах Христос категорично упрекает пять из семи церквей. Две церкви, не услышавшие упрека, также страдали от невзгод. У всех семи церквей были свои трудности, но в Откровении, в первой главе, Христос появляется не с мечом, и не с бронзовыми ступнями судьи. Первое, что мы видим, это Христос, который стоит посреди церкви, как ее великий первосвященник. Христос не осуждает церковь, не ожидает, когда начнется наказание. Он стоит, как великий первосвященник, в одежде, свисающей до ступней. В одежде первосвященника, описанной в Исходе, 28 главе, Христос пребывает в молитве за церковь. Он ходатайствует за церковь. Причем Христос по-прежнему, по сей день, молится за церковь. Христос любит церковь. Христос молится за церковь. И если за церковь молится Христос, то и нам следует молиться за церковь. А сейчас найдем Откровение 2 главу и 1 стих. В Откровении 2 главе 1 стихе говорится «Ангелу Ефесской церкви напиши». И мы уже поняли, что слово «ангел», греческое «ангелос», указывает на пастора, посланника, того, кто заботится о церкви. Пастору или ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Сейчас еще раз вспомним это слово «ходящий». В греческом это слово «перипатео», которое означает «передвигаться». Ходить вокруг чего-то кругами, жить и работать в одной и той же местности, где человек живет, где он бывает каждый день. Это место постоянного пребывания. И вот Христос непрестанно ходит посреди семи золотых светильников. Перри. Он ходит вокруг церкви. Патео. Ходит. Фактически Иисус входит внутрь церкви, и здесь Он ходит посреди, греческое слово «мейсос». Христос ходит вокруг церкви, наблюдая за ней снаружи. А когда внешнего вида недостаточно, Христос говорит «я вхожу внутрь». И тогда Христос входит в самую середину церкви. Как об этом говорится в Откровении 2 главе 1 стихе. Греческое слово «мейсос». Христос входит в самую глубь, в самое сердце церкви. Христос постоянно там прогуливается, пребывает. Христос любит свою церковь, любит настолько, что в этом стихе называет ее своими золотыми светильниками. Золотые, греческое слово «хрусос», в первом столетии указывало на самый ценный товар в мире. Дороже золота не ценилось ничто. Используя это слово, Христос говорит «для меня церковь золотая». «Для меня нет ничего дороже церкви». Мы же видим церковь человеческую. Мы видим церковь проблемную, непостоянную, нестабильную. Это то, как церковь выглядит для нас зачастую. Наверное, вас беспокоят какие-то проявления в церкви, недостаток духовности в вашей церкви. Может быть, вас что-то беспокоит в отношении вселенской церкви, какие-то недостатки. Нам очевидны недочеты и недостатки церкви. И у нее есть трудности, вне сомнений. В Откровении 2 и 3 главах мы видим, что у всех церквей были свои недостатки. Ефесская утратила первую любовь, смирно страдала от гонений, Пергамская церковь приняла лжеучения, в ней царили учения и поведение николаитов. Пиатирская церковь была очень проблемной, много недостатков. Ей управляла женщина, которую звали Изавель, которая соблазняла людей в церкви. Церковь в Сардисе также страдала. Она казалась живой, но, по словам Иисуса, умирала. Церковь в Филадельфии – хорошая церковь, но очень малочисленная, не особо сильная. Лаодикийская церковь считалась богатой, но Христос оказался за ее пределами, всецелы. И Он им сказал, «Вот я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, я войду. Пустите меня обратно в церковь». Христос оказался снаружи церкви в Лаоди-Кии. Так что все эти церкви – с недостатками. У всех свои изъяны. Но со всеми их проблемами. Откровение 2 глава 1 стих. Христос по-прежнему называет их золотыми. Церкви для Него золотые. Почему? И Иисус заплатил за них Своей кровью. На кресте Христос отдал за них жизнь. Христос воскрес из мертвых ради церкви. Послал силу Святого Духа в церковь. И сегодня Иисус по правую руку Отца. Он ходатайствует за церковь. И когда-то, уже совсем скоро, Христос вернется за Своей церковью. Христова любовь к церкви не поддается описанию словами. И в Откровении 2 главе 1 стихе Иисус не указывает на недостатки церкви. Он называет церковь золотой. Со всеми ее недостатками, трудностями. В глазах Иисуса церковь из чистого золота. Вот так. И в этом стихе церковь названа золотыми светильниками. В предыдущей передаче было сказано, многие, читая это место, представляют себе что-то подобное свече. Однако Христос говорил не об этом. Вот такие свечи вошли в обиход почти через тысячу лет после событий Нового Завета. Почти тысячу лет спустя. Так что не об этом говорил Иисус. А о чем тогда? Греческое слово «лукнос» указывает на глиняную лампаду, светильник. Вот такой. Небольшой сосуд, который помещается в руке. Его носили с собой, держа за ручку и направляя его свет в ту сторону, в другую, когда нужно было что-то увидеть. Заправляли лампаду маслом, и в нее вмещалось какое-то количество масла. Есть отверстие, горлышко, в которое вставляли длинный фитиль, который погружался в масло, пропитывался, затем фитиль поджигали, и он, пропитанный маслом, горел долгими часами напролет. И через это отверстие сверху можно было наполнять лампаду маслом снова и снова, по необходимости. В первом столетии эти лампады встречались повсеместно, в жилищах, магазинах, везде. В Израиле копните землю в любом месте, и вы наткнетесь на такую лампаду. Они по-прежнему лежат в земле по всему Израилю, просто их было огромное множество. И когда Христос назвал церковь светильником, на греческом «лукнос», здесь это слово «лукния», во множественном числе, он говорил о такой вот лампаде. Эти лампады очень хрупкие. Сожмите сильнее обычного, и она треснет. Уроните со стола, разобьется. И еще внутри было масло. Это значимо. Не мудрено, что Христос сравнивает церковь с такой лампадой. Только церковь, по мнению Христа, не хрупка, как эта лампада. Пусть мы люди, хрупкие существа. Христос сказал, что мы не глиняная лампада, а золотая. А как иначе? Внутри нас, в этом мире, живет Святой Дух. Мы содержим в себе силу Духа. И когда в нас заканчивается масло, мы наполняемся им снова и снова. И у нас есть вот такое отверстие, горлышко. И когда наши уста зажигаются огнем Святого Духа, мы проповедуем Евангелие своими устами. Через наши человеческие уста Божий свет сияет во тьме. А как еще Богу просвещать тьму, если не проповедью и не учением Божьего Слова, выходящими из уст Церкви, а так как мы в руке Христа, Он направляет нас туда, куда Ему угодно пролить свой свет. Мы — Церковь Живого Бога. Христос любит нас. Он ходатайствовал за нас в древности и ходатайствует за нас сегодня. Мы были золотыми для Него тогда, и мы по-прежнему золотые для Него. Все это, конечно, замечательно, но послушайте дальше. В следующем стихе, Откровение, 2 глава, стих 2 говорится, «Я знаю дела Твои». Сейчас Христос переходит к конкретике положения Ефесской Церкви. Глагол «знаю» — греческое слово «ойда». Послушайте внимательно. Я прочитаю из своих заметок. Слово «ойда» означает «созерцать», «воспринимать». То есть Христос рассматривал дела Церкви, созерцал их. Это слово также может означать «наблюдать с удовольствием». Но это слово всегда означает «пристальный, испытывающий взгляд». Когда ты что-то исследуешь, осматриваешь полностью, испытываешь, или еще лучше, знаешь из личного наблюдения. То, что Христу предстоит описать, стало известно Ему не из чьей-то молитвы. Он узнал об этом не от ангела. Он говорит «ойда», «я видел своими собственными глазами». То, что я сейчас опишу, стало известно мне в результате моего личного наблюдения за вами. Конечно. Мы уже прочитали в первом стихе о том, что Он ходит посреди церкви. Греческое слово «перипатео». Христос каждый день без исключения ходил среди них. И сейчас, после внимательного изучения, Он хочет высказать свое мнение, которое начинается во втором стихе словами «я знаю». Вот что я лично видел среди вас. «Я знаю твои дела». В оригинале звучит иначе. «Я знаю дела твои». Вот так в оригинале. «Я знаю дела, свойственные тебе, те, что отличают тебя от остальных церквей». Также Иисус знает все и про вашу церковь, что отличает вашу церковь от других. Иисус знает о вас все в деталях, что и подчеркивается в оригинале. «Я знаю дела твои, конкретно твои». Слово «дела» в греческом «эрго» описывает поступки или действия, может говорить о роде занятий человека, работе человека, или о результате чьей-то жизни или деятельности. Это слово может описывать деятельность человека настолько широко, что будет включать в себя описание действий, убеждений и поведения человека. Его образ жизни. Это все равно, что сказать «я знаю про тебя абсолютно все». Нет ничего, чего я бы про тебя не знал. Я знаю, ойда, из моих личных наблюдений. Я сам наблюдал за тобой. Приглядывался пристально, оценивал, я заметил, увидел своими глазами, и сейчас скажу тебе все, что знаю про твои дела. Про твои и только твои, конкретно твои. Про все твои действия, про все, чем ты занимаешься. От меня не ускользнуло ничего. Я знаю про тебя все, что только можно знать о тебе. Если Иисус поступал так тогда, Он делает это и сегодня, ведь Он тот же вчера, сегодня и вовеки. То, что Иисус делал, Он делает. Если Иисус знал церковь тогда, Он знает ее и сегодня. Нет ничего, что Он бы не увидел. От Его взора не ускользнет ни одна деталь. Христос, глава церкви. Затем в Откровении 2.2 Христос тщательно и подробно описывает известное Ему положение дел в церкви. Призывает их к покаянию и исправлению некоторых вещей. На этом сегодня все. Но я с вами не прощаюсь. Библейские события оживают на страницах книги Рика Реннера «Свет во тьме». Откройте для себя мир Нового Завета и отправьтесь вместе с автором в древние города, где были основаны первые церкви. Оцените важность посланий Иисуса Христа этим церквям, а также их актуальность для современной церкви. На страницах этого глубокого исследования Рик Реннер раскрывает тайны древнего мира и описывает трудности, с которыми столкнулись христианские церкви в языческом мире. Исторический контекст и увлекательные детали позволят вам оценить глубину Писания и понять, как Откровения Нового Завета относятся к нам сегодня. Прекрасно оформленное печатное издание состоит из около 600 страниц. Посредством фотографий, иллюстраций и глубоко развернутых комментариев Рик Реннер воссоздает атмосферу и оживляет исторические события Нового Завета. Скачайте бесплатно ознакомительную версию. Мы также предлагаем вам скачать бесплатно аудиопрограммы «Послание Иисуса Ефесской Церкви». Прослушивая эту серию учений, состоящую из 10 частей, вы углубитесь в послания, с которыми Иисус обратился к церкви в Ефесе. Церкви, которая казалась успешной и процветающей, но в действительности оставила свою первую любовь ко Христу. Скачайте эти программы в формате MP3. Узнайте о том, как не оставить свою первую любовь к Иисусу. Ознакомительная версия книги «Свет во тьме» и аудиосерия «Послания Иисуса Ефесской Церкви» скачайте их бесплатно на нашем сайте ignc.org. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми – просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста, а после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Здесь они нашли не только общество, в котором больше не чувствуют себя одинокими, но и обрели надежду – они нашли и Иисуса. Благодаря вашим сердцам, открытым для даяния, мы можем приводить этих людей ко Христу. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Ваша поддержка очень важна для этих людей. Мы должны позаботиться об этих драгоценных Божьих детях. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Мы рассматриваем Откровение, 2 главу, 2 стих, где Иисус, обращаясь к Ефесской церкви, говорит, «Я знаю дела твои». И мы поняли, что слово «знаю» в греческом «ойда» означает «знать из личного наблюдения». То, что Иисус узнал о церкви, Он узнал не из чьей-то молитвы, не из доклада ангела. Иисус сам ходил посреди церкви, перипатео, регулярно, ежедневно. И Иисус входил в церковь, прохаживался между ними, прогуливался среди них, обходил вокруг, снова и снова. Он был посреди греческое слово «мейсос», Иисус посреди церкви. И сейчас в Откровении 2.2 Христос говорит, «Я расскажу, расскажу все, что мне известно о твоих делах». Слово «дела» в греческом «эрго» описывает все дела, всю деятельность. И как мы поняли из греческого, Иисус сказал, «Я знаю дела твои». Очень конкретно. «Я знаю дела, свойственные лишь тебе, которые отличают тебя от всех остальных. Я знаю о тебе во всех подробностях». И затем Христос описывает все, что Ему известно о церкви, а также призывает кое-что изменить, а именно покаяться. Это очень важно. Не пропустите в этом цикле ничего. Вам все это очень пригодится. Хочу напомнить, что вам предлагается аудиоцикл из 10 частей «Послание Иисуса Ефесской Церкви» и замечательное учебное пособие. Также предлагаем ознакомительную версию книги «Свет во тьме. Семь посланий семи церквям». Вы можете скачать все это бесплатно. Давайте помолимся. «Отец, спасибо, что ты знаешь про нас все. Нет того, чего ты не знал бы о нас. Господь, покажи нам то, что мы должны в себе изменить. И спасибо, что ты все равно продолжаешь считать нас золотыми. Благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь». Помните, Экклесиаста 8.4, «Где Слово Царя, там власть». И пусть сегодня в вашей жизни является власть Божьего Слова. Увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях.